Новоалтайская котельная обслуживает почти 40 тысяч жителей. Это половина города. Обновят ее благодаря проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых больше 60%. Участие в программе Томенко защищал в Минстрое еще в 2020 году. В нее попали всего пять российских регионов. На оснащение котельной направят 278 миллионов рублей. Модернизация позволит наладить бесперебойное теплоснабжение и закрыть угольную котельную, которая негативно влияет на экологическую обстановку в городе. Это позволит нам подсоединить к этой котельной новые микрорайоны города, в которых будут проживать в ближайшей перспективе до 20 тысяч человек. Есть надежда, что мы уже в отопительный сезон 23-24 года зайдем с новой мощностью. Это очень важно для города. Просто каждую зиму в пиковую нагрузку у нас возникает недостаток гикокалорий. А вот сегодня мы сможем спокойно смотреть в завтра. Виктор Томенко также отметил, что модернизация объектов ЖКХ в регионе уделяет большое внимание. По его словам, только за последние пять лет в крае построили 74 модульные котельные, заменили почти 800 котлов и отремонтировали 300 километров сетей. Мы с вами встречаемся накануне дня работника ЖКХ. Как-то у нас частенько работников сферы обслуживания ЖКХ немножко ругают. Вот тут не так, то не это. А когда все хорошо, тепло, сухо, значит чистенько бывает и так далее, то мы забываем сказать спасибо. Поэтому я эту справедливость хотел бы, наверное, восстановить. Также в ходе поездки глава региона пообщался с рабочими, которые очищали от снега площадку у поликлиники в Новоалтайске. Он поинтересовался у них, достаточно ли в городе дорожной техники и поблагодарил работников за нелегкий труд. Мария Мацаева, День с толком.